Вот это российское оружие, без России, чем не применит. Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому, ну что тут за проблема согласовать нанесением какого-то там удара? Это не вопрос. Судя по публичным высказываниям Лукашенко, его главные враги – санитары психиатрии. И пока картофельный фюрер запугивает свой народ мифическим нападением со стороны Украины и стран НАТО, реальный враг Беларуси Путин все глубже вонзает свои щупальца в некогда независимое государство. Размещение российского ядерного оружия на территории Республики Беларусь – тот шаг, после которого беларусы уже не смогут отмыться от пособничества военным преступникам. В феврале 2022 года Беларусь фактически стала соучастницей военной агрессии России против Украины. Именно с беларусской территории российская армия осуществила попытки оккупации Черниговской и Киевской областей Украины, принеся туда смерть и разрушение. Также с беларусской земли взлетали российские самолеты, чтобы бомбить украинское мирное население. Кроме того, страна стала настоящим ремонтным хабом для подбитой российской военной техники. Все эти факты не делают чести беларусам, но именно размещение на их территории российского ядерного оружия ставит жирную точку в вопросе, участвует ли Беларусь в войне России против Украины. С поставкой первых ядерных боеголовок ответ – однозначно да. 30 лет назад Беларусь вывела ядерное оружие со своей территории, но по мере политического регресса страны беларусы вынуждены вернуться во времена Холодной войны. Только теперь речь о войне горячей, в которую Беларусь втянута минимум с февраля 2022-го. Хотя, если честно, с 2014 года, в конце марта 2023-го в Кремле увеличили меру участия беларуса в войне против Украины. Тогда Путин заявил, что Беларуси передан российский ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем тактического ядерного оружия. «Десять самолетов готовы для применения такого типа оружия. Первое. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер». И он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси». И вот самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко сообщил, мол, они уже начали получать российское тактическое ядерное оружие. То есть целое государство и его народ становятся заложниками кремлевского чекиста. Что же заставило Лукашенко пойти на такой опрометчивый шаг? Ведь понятно, что если с территории Беларуси будет даже намек на использование ядерного оружия, то ответный зеркальный удар ядеркой придется на какой-нибудь Могилев или Витебск. Эксперты говорят, благосостояние и, главное, безопасность Беларуси не волнуют Лукашенко. Единственное, что его действительно беспокоит, он сам. Лукашенко мыслит совсем другими категориями. А для него сейчас проблема политического выживания. Он получил очень серьезную травму в 2020 году во время массовых протестов, когда его власть зашаталась. И он смог удержать эту власть только благодаря российской поддержке. И поэтому он в знак благодарности вынужден следовать в рамках той геопонетической линии, которую ведет Москва. И для него сейчас более важен вопрос о власти, об удержании власти, об удержании политического режима, чем вопрос о том, что Беларусь может стать, скажем, мишенью, объектом ответного ядерного удара. И, судя по всему, к этому все и идет. Остались считанные недели до того позорного для Беларуси дня, когда российское тактическое оружие официально будет размещено на ее территории. Главный террорист Путин уже назначил дату. Все идет по плану. 8-го числа, как вы знаете, 7-го, 8-го июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятие, связанное с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. По планам Путина пока что удавалось разве что ликвидировать большую часть российской армии и практически всех накопленных еще с советских времен танков и БМП. Теперь в планах кремлевского неада стратега уничтожения Беларуси. Причем уже не только политическое, а вполне себе физическое. За оставшиеся недели, пока российское ядерное оружие будут грузить и доставлять из России, у белорусского населения есть немного времени, чтобы подыскать какой-нибудь маломальски пригодный бункер и закупиться йодом. Ну а тем белорусам, которые будут сопровождать и обслуживать ядерный конвой от охранника-доуборщицы, стоит понимать, что эта деятельность делает их соучастниками военного преступления, а значит трибунала в будущем не избежать. Связавшись с Путиным, Лукашенко положил все свои яйца в одну корзину. Но Лукошка оказалась старым и дырявым. Поддержка Кремля в свое время лишила Беларусь политической воли и позволила картофельному диктатору удержаться у власти. Но взамен московский черт потребовал полное подчинение. Теперь с каждым днем становится все очевиднее, что у режима Путина полно слабых мест. Бить в эти места будет кто-то из ближайшего окружения. А значит и у Лукашенко шансов на безвременное правление все меньше. В Лукашенко сейчас ситуация такая непростая. Он понимает, что связал полностью свою судьбу с режимом Путина. А что с этим режимом может произойти непонятно, особенно на фоне того, что война приобретает такой затяжной характер и его исход неизвестен. А значит, если война будет продолжаться в таком виде, то вопрос о режиме Путина может стать в России. А если посыпется режим Путина, то что будет с режимом Лукашенко, тоже большой вопрос. И он действительно опасается, что может быть военное решение его власти на территории Беларуси. Ну а вот ядерное оружие – это некое, как он считает, гарантию. На самом деле, российское ядерное оружие делает заложниками Путина не только самого Лукашенко, но и весь белорусский народ. Если, не дай бог, ядерный удар будет нанесен с территории Беларуси, то ответка будет в первую очередь на ту страну, которая первой совершила удар. И ответ будет непременно. В Кремле это отлично понимают. Именно поэтому сделали белорусов мальчиками для битья. При этом Лукашенко настаивает, якобы размещение российской ядерки в Беларуси было его личным требованием. Иногда белорусский диктатор до того завирается, что утверждает, дескать, само оружие якобы тоже белорусское. Оттягивание канатов российские официальные лица заявляют, что это российское ядерное оружие. Именно Россия будет решать вопрос о ее применении или неприменении. И поэтому, дескать, Россия не нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Делает то, что делают США. Да, Лукашенко же уверяет, что нет, это белорусское ядерное оружие. И Беларусь именно будет решать вопрос о боевой использовании. Возможно, тут какая-то определенная игра есть с тем, чтобы сбить с толку западных противников. И чтобы они на самом деле не знали, кто же тут будет принимать решение. Но я не встречаю тут и борьба, амбиции Путина и Лукашенко. Лукашенко очень опасается, что белорусская элита, его сторонники как бы перестанут его воспринимать как реального хозяина Беларуси. Будут воспринимать как вассала Путина. Поэтому он всячески подчеркивает и старается доказать, что именно он обладатель этого оружия и будет его применять. Пока два фюрера воюют за звание главного террориста, самих белорусов, похоже, снова не спросили. В 2020 году у белорусского народа был настоящий исторический шанс не только улучшить будущее своих детей, но и, как оказалось, не стать соучастниками нацистов 21 века. Однако белорусы этот шанс упустили. Теперь их страна всего лишь плацдарм для ядерных экспериментов Кремля. Белорусы-то никто не спрашивает. По сезологическим опросам, которые были и до войны, и уже с началом войны, 75-80% белорусов выступают против размещения на территории Белоруссии ядерного оружия. Поэтому то, что делают Лукашенко с Путиным, они делают вопреки тем настроениям, которые есть в Белоруссии. Путин и Лукашенко, по сути, два старых деда, которым уже давно пора уединиться на какой-нибудь дачке, пить водку, докопать картошку. Но они по-прежнему строят из себя вершителей судеб. Тем временем, десятимиллионное население Белоруссии позволяет двум престарелым маразматикам держать себя на привязи. Теперь, получается, весь белорусский народ стал участником кремлевского ядерного шантажа. Не говоря уже о том, что за соучастие в российских военных преступлениях в Украине, Беларусь тоже обложили санкциями. Индивидуальные штрафные меры против режима Лукашенко были введены Евросоюзом и США за нарушение прав человека еще в 2020 году. А после того, как Беларусь оказалась втянута в российскую агрессию против Украины, новые санкции не заставили себя ждать. Рестрикции против Беларуси были введены за участие страны в поддержке кремлевской войны, в частности, за разрешение запускать российские баллистические ракеты с белорусской территории, транспортировать российских военнослужащих и использовать белорусское воздушное пространство для российских военных самолетов, которые бомбят мирные украинские города. Санкции Запада запретили поставку в Республику Беларусь товаров и технологий двойного назначения и оказание сопутствующих услуг. Список подсанкционных товаров и услуг превысил 100 страниц. В частности, он ограничил торговлю минеральным топливом, газообразными углеводородами, хлоридом калия, древесиной, цементом, железом, сталью и продуктами из резины. Также ограничения коснулись доступа Беларуси к европейским и британским финансовым рынкам. А Великобритания с июня 2023-го вдобавок запретила импорт золота, цемента, древесины и каучука, так как эти отрасли непосредственно влияют на личные доходы Лукашенко. Кроме того, 13 июня 2023-го года США продлили санкции против Беларуси еще на год. Косвенно введенные ограничения затронули самые различные сферы жизни беларусов. В частности, медицину, хотя прямого запрета на торговлю мед препаратами нет. Однако санкции повлияли на логистику в целом, поэтому ситуация с поставками импортных лекарств значительно ухудшилась. Влияние западных санкций уже отразилось на конкретных показателях белорусской экономики. Валовый внутренний продукт Беларуси только за первый квартал 2023-го года упал на 2% и продолжил стремительное падение. ВВП связан с другим важным показателем – дефицитом бюджета. Проект белорусского бюджета на 2023-й установил допустимый дефицит на уровне почти 1,3 миллиардов долларов. Это выше прошлогоднего дефицита на целых 12%. За счет чего же Лукашенко собрался компенсировать эти расходы при практически полном застое экономики? Дело в том, что в бюджете Беларуси на 2023-й год появилась загадочная статья о неких безвозмездных поступлениях. Видимо, так картофельный фюрер кокетливо назвал подачки от Путина за пособничество войне. Кроме того, Беларусь по-прежнему чуть ли не единственная страна в мире, которая сидит на российской нефтяной игле. Напоминают эксперты. В прошлом году санкции привели к падению по Беларуси на 4%. Как будет сейчас, трудно сказать. Но, во-первых, Беларусь получает очень большой грант экономический со стороны России. В прошлом году, в 2022-м году, этот грант составил 15 миллиардов долларов. Прежде всего, за счет низких цен на нефтегаз. Скажем, газ для Беларуси стоил 127 долларов за тысячу кубических метров. Ну, сравните с теми ценами, которые были в Европе в прошлом году. Ну, это очень большая скидка. Благодаря этому белорусская экономика держится. Плюс российский рынок, значит, на мере поглощает белорусскую продукцию. После того, как оттуда ушли западные фирмы. Соучастие в преступлении карается так же сурово, как и его совершение. Для пособников России в ее военных преступлениях против Украины поблажек тоже не будет. Но еще до того, как трибунал в Гааге вынесет приговор Лукашенко, всем его телевизионным пропагандистам, так называемому министру обороны и другой прокремлевской швали, будет наказан весь белорусский народ. Любое неосторожное движение их самопровозглашенного президента возле ядерной кнопки принесет необратимое последствия для всей страны. Лукашенко уверяет, что только в случае агрессии, внешней агрессии против Белоруссии, это оружие может быть применено. Ну, это такое, знаете, успокоение белорусского общества, что вы, дескать, не волнуйтесь, все под контролем. Ну, любой народ во время войны занимается одним и тем же, занимается выживанием. Поэтому, ну, я думаю, что белорусы занимаются тем же. Выживание белорусского народа теперь, увы, зависит не от него самого, а от приказов из Кремля. В 2022-м Лукашенко поставил на кон экономическое благосостояние и независимость своего народа. Но белорусский пройдоха проиграл кремлевскому шулеру. Проиграл целую страну. На словах Лукашенко заявляет, якобы обеспечивает безопасность Белоруссии размещением на ее территории ядерного оружия. На самом деле, все с точностью да наоборот. Белоруссия выставлена на амбразуру. И если теперь сумасшедший кремлевский маньяк таки захочет развязать ядерную войну, первыми под удар попадают именно белорусы. Продолжение следует...